Повествование Давайте мы попробуем сделать паузу и сосредоточить наше внимание на том, что мы прочитаем с вами из Библии. Написано следующее. Это повествование о начале земной жизни Христа, о Его воплощении. Мария родила сына своего первенца, испеленала его и положила его в ясли, потому что не было им места в гостинице. В той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего. Вдруг пристал им ангел Господень, и слава Господня сияла их и убоялись страхом великим. И сказал им ангел, не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям. Умеете радоваться? Да! Да, правильно, великая радость, которую ангел объявил. И сказал им ангел, «Ныне родился вам в городе Давидовом, то есть в Вифлееме, Спаситель, который есть Христос, Мессия, Обещанный Господь». И вот вам знак. Обратите внимание, какой знак. Вы найдете младенца в пеленах, лежащего в ясли. И внезапно явилось с ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее слава вышних Богу и на земле мир в человеках благоволения. «Когда ангелы отошли от них на небо, пастухи сказали друг другу, пойдем в Вифлееме посмотрим, что там случилось, о чем возвестил нам Господь». И поспешивши пришли и нашли Марию Иосифа и младенца, лежащего в ясках. Увидевши же, рассказали о том, что было восвящено им о младенце Семы. И все слышавшие, удивились тому, что рассказывали им пастухи. Мария слагала все эти слова в своем сердце. И возвратились пастухи славя и хваля Бога за все то, что слышали и видели, каким сказано было. Мы надеемся, что после сегодняшнего вечера мы все с вами уйдем отсюда какими? Радостными, да, хвалящими Бога за все то, что мы увидим и услышим. И мы надеемся, что вы увидите и услышите Евангелие Иисуса Христа. Потому что Сам Христос является Евангелием, доброй вестью всему миру и каждому человеку в отдельности. Давайте мы с вами для начала, мы всегда просим Божьего благословения. Преклоните, пожалуйста, ваши головы, закройте ваши глаза, и мы помолимся Богу и попросим Его благословения. Наш Отец Небесный, мы благодарим Тебя за то, что Ты дал нам сегодня этот вечер. Мы знаем, что Ты приготовил нам прекрасный праздник. И в этот праздник мы празднуем намного больший праздник, это пришествие Твоего Сына в этот мир. Он стал человеком одним из нас для того, чтобы спасти каждого из нас, для того, чтобы умереть за наши грехи, потому что мы сами себя спасти не можем, потому что наши дела не могут нас спасти. Но Господь благодарен за то, что Твой Сын Иисус Христос исполнил все, что нужно перед Тобою, и пролил свою кровь и воскрес для того, чтобы оправдать всякого верующего. Спасибо за то, что сегодня мы празднуем момент Его воплощения. И Господь для нас это большая радость, такая же радость, как была и для пастухов, которые были на поле. Господь, мы хотим уйти отсюда, славя Тебя и возвещая другим о том, что мы слышали и видели. И моя Господь молитва сегодня к Тебе, чтобы мы услышали Тебя и увидели Тебя глазами нашего сердца. Благослови всех, кто будет сегодня участвовать. Во имя Иисуса Христа. Аминь. В самом начале мы просим воскресную школу наших деток. Сегодня в начале дети хотят порадовать Господа, да? Да? Поэтому давайте, детки, кто участвует в воскресной школе церкви, Агапия, добро пожаловать. Мы вас ждем, выходите сюда. Поздравить вас сегодня с Рождеством Христовым. И каждый из деток очень волнуется, поэтому поддержите их, пожалуйста. Сегодня день рождения у Господа Христа. Поздравить вас сегодня с Рождеством Христа. Поздравить вас сегодня с Рождеством Христовым. И все 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 с Рождеством Христовым. И Сестренка, посмотри, должно быть небо, а земли прекрасно. Сияй с чудесным светом изнутри, читай ее за истинное счастье. В темно-синем небо слонит, Застыли звездочки в поклоне Перед Спасителем Христом, а ангелы поют о том, Что в мир пришел святой владенец, в сердцах и неба в восстановлении. Он среди нам, а где-то здесь такая радостная весть. В небе воспевают ангелов хорных, а Христа рождение даже ствует их. Все там, как в наряде дивном куполчине, Сегодня появилось новое сердце, послужило этому причиной. И яркий свет окупу освеял, на небе вспыхнуло звезда вошвая. И янкинов торжественный хорал пелки любви спасения возвещают. АПЛОДИСМЕНТЫ Эта ноль не такая, как те, Солнечки окопияют, Небеса горожая, ахи-те, А детьми вошвая позовляют. АПЛОДИСМЕНТЫ В ночь под Рождество Господне не дремли спокойно. Ты прислушайся сегодня к звездным перезвонам. В небе хоры наспевают, Славят имя Бога, И торжественно сияет млечная дорога. Праздник светлый и прекрасный, Мир преобразился, Ведь спаситель не напрасно на земле родился. АПЛОДИСМЕНТЫ Мочь тиха по тверде зыбкой, Звезды южные дрожат, Очи матери с улыбкой, В ясли тихие глядят. Ни ушей, ни взоров лишних, Вот пропели петухи, И за ангелами вышних Славят Бога пастухи. В ясли тихо светит взорку, Озарен Марией лип, Звездный хор киному хору Слухом трепетно при них. И над ним горит высоко, Та звезда далеких стран. В сне несут царей Востока Златость, Мирну и Ладан. АПЛОДИСМЕНТЫ Я евреевская звезда, Вечная с космоса, пустого, Там вечный мрак и холода, И там впервые Божье слово. Меня нашел, и вот я здесь, Чтоб ночью этой долгожданной Вовозвестить благую весть, Уже явился к вам желанный Спаситель мира на земле. Пусть каждый, преклонив колени, Прослая радость и коля, Любовь и полное прощение. Пусть будет мир в душе того, Кто принял Господа, Как друга, хваля дела ему большие. АПЛОДИСМЕНТЫ Субтитры подогнал «Симон» Песня 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 «Симон» Дарит сегодня вечный Бог. Христос родился. Царь, вселенная, сегодня праздник, торжество. Все дети Божьи, неизменно, чтут Иисуса Рождество. АПЛОДИСМЕНТЫ Хочешь, Господа, Ты увидеть, хочешь сердце сусладать, Это можно сделать теперь, всем открыто спущение дверь. Нужно только гнуть на небо, злым и гордым душой не быть, С верой искренней Богу воззвать и спасительную сердце дать. Амбия Божья, очищает этот аппетит. На, сегодня и кафе Трифильям. Амбия Божья, очищает этот аппетит. Субтитры создавал DimaTorzok ПЕСНЯ 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 Чтобы стартовой жизни твоей и моей в первых яснях родился Христос. Чтобы стартовой жизни твоей и моей в первых яснях родился Христос. И оставить сиянье над звездом Христос, Неможественной славы величей. Он вперед отрешел без горбей и забор И открыл нам любви без гранищей. Он смирен нам пришел без горбей и забор И открыл нам любви без страничьей. И просеял его без просвету, Неможественной славы величей. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok В первых яснях родился Христос. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok КОНЕЦ Субтитры создавал DimaTorzok КОНЕЦ Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok КОНЕЦ КОНЕЦ ДИНАМИЦ Субтитры создавал DimaTorzok Мир пришёл, тот, которого мы ждём. Ну, а ты, мой друг, когда Откроешь своё сердце для Христа? Идите, идите, спасите, пришёл Смотрите, смотрите на Богу своего Идите, идите, спасите, пришёл Смотрите, смотрите на Бога своего Идите, спасите, спасите На Бога своего Идите, показали Что это всё За окном чудесные синие ручки, и как-то по-особенному сегодня у них раскладывается их настроение. У кого-то появляется предчувствие надвигающегося счастья, у кого-то появляется на сердце чувство мира и тепла. А все потому, что мы в преддверии таких чудесных праздников, как Рождество и Новый год. Для кого-то это разные праздники, а для кого-то это один большой праздник протяженностью в одной неделе. И если праздник Новый год нам крайне знаком, то праздник Рождества Христова нам вовремя. Для многих остается еще загадкой и тайной. Кто-то скажет, что Рождество — это красивая, нарядная идея. Кто-то укажет на то, что это особый праздник на урок семьи с обилием подарков и вниманием. А для кого-то этот день тесно связан с такими персонажами, как Санта-Клаус и Дед Мороз. Так что же это за праздник и почему он так важен для каждого человека? Санта-Клаус и Дед Мороз. Санта-Клаус и Дед Мороз. Санта-Клаус и Дед Мороз. Санта-Клаус и Дед Мороз. 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 Послал меня на землю к одной простой женщине, живущей в самой обыкновенной семье. Ее звали Мария. Радуйся, Мария, благословенна ты среди женщин. Не бойся, Мария, потому что Бог поедет тебе милость. Ты родишь ребенка и назовешь его Иисусом. Он станет великим, и его будут называть Сыном Всевышнего. Господь Бог даст ему Христов и его предка Давида, и он будет царствовать на доме Иакова-Валеки, и его царство не будет отца. Но как? Как это может быть? Ведь у меня даже нет мужа. Святой Дух сойдет на тебя, поэтому ребенок, который родится у тебя, будет свят. Он будет зваться Сыном Бога. Пусть будет так, как ты сказал. 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 Чудным младенцем полны и кустам. Радость в душе и горит. Радость в душе и горит. Тихая ночь, пивная ночь. Глаз небес посвящен. Радуйтесь, не родился Христос. Мир и спасение всем Он принес. Слышно, свет посвятил. Слышно, свет посвятил. Тихая ночь, пивная ночь. К небу нас Бог прислал. Водокроются наши сердца. И нам расслабляет Его все уста. Водок, спаситель, ядам. Водок, спаситель, ядам. Неподалеку от тех мест были пастухи. Они жили в поле и сторожили ночью на пастбище стада. Ах, сколько тища-то какая. Да уж, тишина кругом. И все темы для разговора закончились. Пора считать овец и спать. Ну почему же? Меня, например, долгое время не покидает рассказ нашего отца. А помните, он говорил, что однажды наш народ был свободен. И мы не боялись врагов. Это точно. А сейчас мы рыбыли. Господи, когда же о том будет конец? Как может твой народ жить в унижении и рабстве? Нам не стоит отчаиваться. Я верю и надеюсь, что скоро придет обещание Мессия. Пророки говорят, что Он принесет нам свободу. И мы будем служить одному только Богу. Скорей бы это произошло. Но пусть мы этого так и не увидим. И так и умрем в этом унижении и позорим. О, Боже! Что это? Как будто само небо услышало нас. Вы тоже его видите? Это не сон. Перед ним предстал Ангел Господень. И сияния славы Господней Азаниноги. Их охватил Великий Звук. Не бойтесь. Я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям. Ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь. И вот вам знак. Вы найдете владельца или народа, ближайшего к Господу. И внезапно явилось с Ангелом многочисленное воинство Небесное, славащие Бога и взывающие. Слава вышли Богу и на земле мир, в человеках благоволения. Это что сейчас было такое? Да у меня ноги от страха, а не мере. Послушайте, давайте бежать скорее в Вифлеев и посмотрим, правда ли это то, что мы сейчас услышали. Я согласен. Побежали скорее. А как же наше стадо? Ой, да куда они денутся? Смотри, они спят как младенцы. Ну, кроме этих двух. Это они так всегда спят. Тем более, я уверен, Бог позаботится о них. Ведь мы действительно должны бежать в город и увидеть все своими глазами. Да, как вообще царь-мессия может лежать в яслях? Может, Ангел что-то напутал? Или мы не расслышали? Идите к младенцу, вернее всех седем. 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 Идите к младенцу. Субтитры создавал DimaTorzok Рождение Иисуса Христа Друзья мои, хочу сообщить вам хорошую новость. Изучая небесные безграничные просторы, я счетливо увидел совершенно новую яркую звезду, которая царственно плывет в каком-то одном конкретном направлении. Очень необычное явление. Я тоже ее увидел. И я тоже удивлен. Похоже, Творец Вселенной желательно что-то сказать через это. Ну что ж, друзья мои, я шел делиться с вами этой благой новостью, но вижу, вы и сами увидели все это своими глазами. Да, Всевышний приготовил для нас удивительное путешествие, ведь появление этой звезды – это знак того, что родился Великий Царь. И мы сами должны, просто обязаны, отправиться вслед за этой звездой. И что-то мне подсказывает, что мы идем в Юдию. Дайте мне лишь пару часов, и я буду готов ехать с вами. Ни за что себя не прощу, если я собственными глазами не увижу новорожденного царя. Через несколько часов караван мудрецов покинул пределы знакомого им восточного города и отправился в путь на поиски новорожденного царя. Путь был трудным и долгим, и продолжался до той поры, пока звезда не привела их в Иерусалим. Но как же мы знаем, где именно этот новорожденный царь? Кто бы мог нам это подсказать? Я думаю, что правитель этой страны точно знает о новом царе. Давайте отправимся в царский дворец и узнаем наверняка. ПЕСНЯ 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 Весконечно, бесконечно, за славой будет он. Адам, как несу я, рисун, Он с небес пришел в нищету. Весна, пенья и моленья наши идут к нему. Весна, пенья и моленья наши идут к нему. Адам, как несу я, рисун, Весна, пенья и моленья наши идут к нему. 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 Ваше Величество, Ваше Величество, вы слышали новость? И какую же новость? Царь не родился. Прекрасно! Подожди! Подожди! В смысле? Что за вздор? Какой еще царь? Кто тебе это сказал? Мудрецы, они пришли с Дальнего Востока ради того, чтобы ему поклониться. Они твердо уверены, что он точно родился и ссылаются на пророчества и священных книг. Они всем всюду это говорят. И, кстати, они утверждены, что этот царь, этот царь иудейский. Иудейский! И они поклониться ему почти. Мне, мне сложно, нужно обидеть лично этих людей. Я хочу лично их послушать. Чего ты смотришь на меня, глупец? Иди, приведи их ко мне! Хорошо, хорошо. Гости! Ваше Величество! Да, да! Рад вас видеть! Что привело вас в Иерусалим? Расскажите мне о вашем путешествии! Мы пришли найти одного родившегося царя иудейского. Мы видели его звезду на востоке. Эта звезда свидетельствует о рождении великого царя. Мы оставили все свои дела, проделали такой длинный путь, и вот пришли и хотим поклониться ему. Но проблема в том, что мы не знаем, где Иерусалим, в каком городе он рожден. Мы думали, вам это известно, поэтому вас решили в первую очередь посетить. Да, чудесная история! Жаль, конечно, но мне ничего про это не известно. К сожалению моему большому. Странно даже, что никто упустил это из вида. Но у меня к вам рожден. Как вы только найдете этого Новорошкиного царя, сообщите мне, я тоже хотел бы ему поклониться. Непременно, Ваше Величество! Да пошлет вам Бог успех в этом день! Ваше Величество! 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 Ваше Ваше Величество! ПЕСНЯ 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 Царь есть Христос, Господь, Ты, шедший в мир с небес высокой, Бог нам всем вышним дам Спаситель, Сын Марий. Удивительная история. Только я не поняла, он все-таки стал царем? И да, и нет. Многие думали, что Иисус должен стать иным царем, правителем какого-то государства, изменить какие-то земные условия жизни. Но у Иисуса была другая миссия. Он пришел на землю, чтобы спасти людей, забрать наши вельхи и подарить нам наших вечеров. Он был еще совсем молодым, а люди его убили, казнив на кресте. Они это сделали из зависти, собственной злости и ненависти. Но он был мертв только три дня и чудесным образом воскрес. В этом и заключается Божий подарок для каждого человека. Сам Бог стал человеком, чтобы нас спасти от наших же грехов. Если бы не Иисус, мы бы не знали, что значит по-настоящему любить, прощать. Мы бы не знали, как избавиться от наших грехов. Мы бы не имели возможности получать жизнь вечную. Теперь мне понятно, почему он назван великим царем. Спасибо, я этого раньше не знала. Рождество Самый первый и один из самых великих праздников христиан всей планеты. Без Рождества не было бы прощения и любви. Без Рождества мы никогда не узнали бы, что есть жизнь после смерти. Без Рождества никто и никогда не сказал бы нам, что Бог является нашим любящим небесным Отцом. Без Рождества Без Рождества Без Рождества Без Рождества Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Иисуса Христа. Так или нет? Иисус Христос такой смиренный и кроткий был, что царь царей, который сотворил всю вселенную, который сотворил этих лошадей и ослов, и людей, и всех остальных, принял самую грязную кровать. И вы знаете, и он не постыдился. Ему не стыдно было принять самое низкое, убогое место. Я думаю, Рождество – это хорошее время, когда мы должны проверить свое сердце. Насколько оно кроткое перед Богом, так или нет? Мы привыкли требовать, чтобы у нас все было мягко, хорошо, удобно и комфортно. Рождество у нас случится к тому, что когда неудобно, когда некомфортно и когда не мягко, это не значит еще плохо. Это означает, что иногда в такие моменты Бог хочет нас научить смирению, такому смирению, которое имеет наш Господь. Поэтому Рождество нам говорит о смирении. Иисус Христос написано, что Он смирил себя до такой степени, что Он стал человеком для Бога, оставив всю славу небес, и принять смертное тело на себя – это смирение. Это великое смирение. Спроси себя сегодня вопрос, друг дорогой, насколько я смирен? Насколько ты смирен перед Богом? В Библии есть такие слова, что Бог смирен им дает благодать, а гордым Он противится. Поэтому мы с вами либо сегодня смирены и стремимся к смирению, либо мы гордимся и требуем себе какого-то почета. И этот выбор делаем мы, будем ли мы смиренными перед Богом. Друзья мои, самое великое смирение, которое сегодня люди могут показать и проявить, заключается следующее. Признать себя грешником ничего не достоинным. Больше смирения вы не сможете проявить в этой жизни. Потому что в один день мы все предстанем перед Богом лицом к лицу. И вы знаете, кто-то придет, гордится чем-то перед ним, говорит, насколько мы что-то заслужили и так далее, и тому подобное. А кто-то, смирив себя здесь, в смирении будет наследовать жизнь вечную. Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. И Христос дал нам пример этого смирения. Поэтому мое пожелание вам сегодня, в этот праздник Рождества, чтобы мы с вами смирились перед Богом. Аминь. Пусть Бог вас всех благословит, и мы очень надеемся, что Рождество и есть вот это Евангелие смирения и кротости. На этом наша встреча сегодня подходит к концу. Мы бы хотели с вами помолиться вместе. И давайте мы сделаем это. Давайте склоним наши головы. Господь дорогой, мы благодарим Тебя за Твое Евангелие, потому что Ты есть Евангелие. Ты смирил Себя и не посчитал, что для Тебя это как воровство, как будто бы кто-то забрал у Тебя славу вечную. Но Господь, Ты смирил Себя, Сан, пришел на эту землю, смирил Себя до образа раба, для того, чтобы послужить нам, для того, чтобы умереть за наши грехи. И мы благодарим за то, что сегодня мы можем праздновать это. Никто из нас этого не достоин. Все мы, Господь, грешные люди, и наша праведность, как запачканная одежда. Но благодарим за то, что праведность Иисуса Христа, она чиста, и она дается всякому, кто верит, верит в Тебя лично и раскаивается в своих грехах. Господь, спасибо за воплощение Сына Твоего и за эту радость, которую Ты нам даешь. Наше желание, чтобы мы все, если здесь на земле, не увидимся, чтобы мы встретились в вечность у Твоих ног. Дай, Господь, нам кроткое и смиренное сердце, не претендующее ни на что, но складывающее свою жизнь у Твоих ног. Благослови все где-то, Господь, и пусть, Господь, Твоя любовь и Твоя радость наполняет их сердца. И когда мы уйдем отсюда, помоги нам рассказать всем, что мы видели и что мы слышали, так, как когда-то это сделали пастухи. Аминь. Все, заканчиваем нашу встречу? А? Моя дочь спрашивает, папа, о подарке. О чем вообще речь идет? Какие еще подарки? Что, должны быть рождественские подарки? Должны быть рождественские подарки? Ага. А кто не хочет рождественских подарков? Четыре человека не хотят. Кто не хочет, поднимайте руку, вам не дадут. Детки, которым уже за, они не хотят. Хорошо, да, действительно, у нас для вас есть подарки, и это вам напоминание о том, что Бог дал самый большой подарок всем нам. Подарил нам Сына Своего. Аминь. Слава нашему Богу. Музыка можно погромче, настроение получше. Сейф-Родисовым Христовым. Музыка. 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 Музыка.